Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас 30 января 2020 года. Большая просьба поддержить это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Серия сортов Fuji. Есть такой сорт, мутация клона Fuji, Новая Зеландия, сорт Ацтек. Исходный сорт Fuji, японская селекция. И клон сорта Fuji Kiku 8. Вот таких три сорта. Сорта очень сладкие, очень сочные, очень вкусные. В данный момент сейчас разрежу, чуть-чуть расскажу за эти три сорта, сравню их в данный момент. Сорта мне очень нравятся. Не вошли сюда, конечно, такие сорта, как Benishogun и Fuji Ataka. Benishogun мы покушали, а Fuji Ataka в этом году не было. Сорт вошел в периодичность. Хотя эти два сорта тоже очень хорошие. Но я в следующем году сравню эти пять сортов. Покажу вместе. Пока три сорта. Ацтек, Fuji и Kiku 8. Вот сорт Ацтек. Это Новая Зеландия, мутация сорта Fuji. Сорт очень зарекомендовал себя. Сорт вкусный, сладкий, имеет вот такой вид. Хорошо очень окрашивается, даже в средине кроны. Сорт сильно рослый. Его в данный момент сейчас используют очень сильно распространен в промышленных садах. Сорт особо не периодичный. Хорошо окрашивается, имеет замечательный вкус. Прекрасно хранится в обычных условиях, в газовых камерах до следующего урожая. Давайте сейчас разрежем такие вот яблочки. Сейчас посмотрим, как он хрустит. Видно, яблоко твердое. Хранится этот сорт в подвале до апреля месяца без проблем, без потери качества. Вот такая у него сейчас мякоть. Сейчас разрежем. Видно твердое. Давайте посмотрим по сочности. Видно, сок есть. Аж брызжет. Вот видно. Такое твердое яблочко. Хрустящее, сладкое. Давайте продегустируем. Имеет очень хорошо, хороший окрас этот сорт. Яблоко сладкое, очень сочное, хрустящее. Имеет очень легенькую такую кислинку, но ее практически не слышно. То есть, эта кислинка придает яблоку какого-то такого аромата и вкуса. То есть, сорт очень сладкий, сочный. Я рекомендую этот сорт для выращивания всем. В следующем году сниму полное видео за него. В этом году как-то прощелкаю этот момент. Всегда много сортов. Все не успеваю снять. Показываю его пока так. В следующем году уже покажу и на дереве, и в хранении в подвале. И более детально за него постараюсь рассказать. Сорт стоит внимания, скажу сразу. Вот конкретно сорт Ацтек. Вот исходный сорт Фуджи. Это Япония. Вот такой имеет вид. Очень красивые, крупные плоды. Вот можно видеть. В тени может окрашиваться чуть-чуть хуже. Это яблоки, те, что были вверху, на солнышке. В тени может вот так окрашиваться этот сорт. Яблоки крупные, красивые. Давайте его сейчас разрежем. Тоже прекрасно хранится. Тоже видно, хрустит. Опа, аж упало. Может поражаться Поршой этот сорт. Он разрезал. У него душистый такой аромат. Очень сильно слышно. Такая мякоть у сорта Фуджи. Давайте посмотрим по соку. Отрезал не так. Видно сок. Слышно хрустит оно. Очень хрусткое яблоко. Твердое, это еле надавлю. Сока уйма. Пахнет душистый сорт. Давайте попробуем на вкус этот сорт. Сорт очень сладкий. По сравнению с сортом Ацтек, у Фуджи мякоть более такая, я не скажу, что она рыхлая. Она не рыхлая, она сочная. Но она не такая плотная. Ацтек она более такая плотная. У этого больше грануляция, у этого сорта, у Фуджи, у обычного. Сорт очень сладкий, сочный. На данный момент Фуджи мне сочнее, чем Ацтек, кажется. По сладости тоже мне кажется, что чуть-чуть слаже он. И аромат чуть-чуть больше у исходного сорта. Но у Ацтека очень вкусное. Давайте сейчас сравним еще Ацтек. И Фуджи. Да, они отличаются по вкусу. У Ацтека мякоть сладкая, соченькая кислинка. У Фуджи мякоть чисто сладкая, такая медовая. С таким ароматом прям. Сорт Ацтек сильно рослый. Фуджи тоже сорт сильно рослый. Я их рекомендую сажать на низких подвоях, не на сильно рослых. Потому что сорт будет уходить очень далеко в небо. И урожайность будет не такая сильная, как на низкорослых подвоях, на карликах. То есть я их выращиваю на подвоем 9. И вот сорт еще Фуджики Ку-8. Вот такой имеет вид. То есть у него плоды могут быть такие. Вот поражаются. Какой-то есть. Сейчас покажу. Горькая пятнистость. На отдельных плодах есть Уки Ку-8. Вот такие яблоки. Они более какие-то такие форма приплюснутая. Но есть и вытянутые. То есть вот такой вот сорт. Тоже окрашивается неплохо. Собираем урожай Ку-8. Где-то 20 числа октября. Я сам сорт Фуджи обычный собираю в 10 числах ноября. Сорт Ацек. Ацтек. Собираем где-то тоже конец октября. Тоже 20 числа. То есть он окрашивается самый-самый лучший из всех клонов Фуджи. Давайте разрежем сорт Ку-8. Я уже снимал этот сорт на дереве. И Ку-8, и обычный Фуджи показывал. Вот такие яблоки. Тоже видно яблоко плотное, сочное. Сорта эти могут быть периодичные. И Фуджи, и Ку-8. У Фуджи Ацтек периодичность менее выражена, чем у этих двух сортов. Давайте посмотрим по мякоти. Такий Ку-8. Тоже слышно хрустит. Сокор валом просто. Блин, твердые яблоки, конечно, аж палец, блин, видно. Сокор валом. Давайте попробуем его на вкус. Очень сладкая. Тоже с ароматом. У Фуджи обычного больше выраженный такой какой-то медовый вкус. Цветочно-медовый. У Ку-8 тоже он есть. Но менее слабее выраженный вкус. По сочности они, в принципе, одинаковые. У всех с соковалом. У самого Фуджи мякоть более такая зернистая идет. Зерно у этих более такая скалывающая. Сорта очень сладкие. Это для ценителей, любителей очень сладких, вкусных, сочных яблок, которые прекрасно хранятся в обычных условиях без потери качества до апреля месяца, до мая месяца. То есть главное, чтобы в подвале была температура воздуха плюс 2, плюс 3 и влажность процентов 90-85 процентов влажности не будет замечательно лежать до, можно сказать, даже до начала лета. То есть все такие сорта. Вот такой небольшой видеообзор по сравнению, по вкусу, по виду, как бы сорта стоят внимания. Я собираюсь и дальше собирать сорта. Должен ли в этом году мне запоносить сорт Тошира. Посадил сорт Фубракс еще себе. Тоже интересно посмотреть, как они будут себя показывать. Такие сорта. Ну в целом, такой небольшой видеообзор. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok